Путинская дива Путинская дива Там оперная пропагандистка не всегда может удержаться в приличных рамках, периодически нутро берет свое и певица вдруг начинает задирать юбки. Проплаченное Кремлем лобби, в частности в Германии, только помогает Кремлю продвигать свои нарративы через нетрепко и других псевдокультурных персонажей. 5 мая 2023 художественный руководитель Гессенского государственного театра Висбадена Уве Эрик Лауфенберг пригласил путинскую агитаторшу принять участие в майском фестивале. Ведь известно, что кремлевский самодержец лично поблагодарил певицу за, так сказать, ясную гражданскую позицию, а попросту за прославление агрессии России. Кстати, в марте 2022 в разгар полномасштабных действий российской армии в Украине певицу заметили в майке с красноречивой надписью «На Берлин». Так что участие нетрепко на концерте среди других приличных исполнителей вызвало не только протесты и бойкот мероприятия со стороны украинских исполнителей, но и шок у многих немецких деятелей культуры. Пригласить Анну нетрепко, которая дружит с Путиным и которая агитировала голосовать за него. Невообразимо, что этот интендант себе позволяет в то время, когда по всей Украине бомбят театры, а в России все, кто находится в оппозиции, испытывают страдания. Аргументы о свободе искусства просто прикрытие. Это не имеет ничего общего со свободой искусства. Для меня это невыносимая ситуация. Я десятилетиями была зрителем этого фестиваля. «Теперь я бойкотирую его полностью». Рита Тис – председатель объединения «Литературный дом» в Висбадене. В отличие от «Непотребка», другая известная российская певица с 2014 года заняла кардинально противоположную позицию. Алла Пугачева еще 9 лет назад начала намекать, что она против захватнических действий России в Украине. И это стало настоящей пощечиной Кремлю. Ведь, несмотря на солидный возраст, Пугачева оставалась самой известной российской эстрадной звездой. В конце марта 2014 года российская дива стала одной из немногих, кто подписал обращение с просьбой прекратить травлю знаменитого музыканта Андрея Макаревича за его антипутинскую политику. В 2015-м Алла Пугачева записала песню с недвухсмысленным названием «Война», а в сентябре 2022-го попросила официально зачислить ее в иноагенты. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан. Это произошло после того, как ее мужа Максима Галкина внесли в список иноагентов за публичную критику российского вторжения в Украину. В таком количестве страшных вещей виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Буче – это не мы, малайзийский Боинг – это не мы, Мариуполь сравняли с землей – это не мы, в Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем? Впрочем, несмотря на обилие более-менее ясных намеков, официального четкого заявления в поддержку Украины Пугачева до сих пор не сделала. Зато другой известный российский исполнитель Андрей Макаревич не стесняется называть вещи своими именами. Что ты говоришь? Кто на кого напал? Украина на нас или Россия на Украину? Вот кто напал, тот не прав. И хватит пиздец на эту тему. Макаревич в открытую критикует агрессивную политику России и подчеркивает, что за войну против Украины несут ответственность все россияне, а не только Путин. Это их президент принял решение. Они в ответе за своего президента. Они же как бы его выбирали, правда? У него же огромный рейтинг. Ну, отдумайтесь, ребят. А возложенные на Россию санкции считает справедливым штрафом за миллионы поломанных судеб из-за того, что российские танки пересекли чужую границу. Это не дума. Это одна страна вероломно напала на другую и за это получила по башке. Вот и все. У нас умный царь, он решает. Вот он дорешался. А теперь они сидят без лекарств. Из-за прихоти одного дяденьки сломалась жизнью пара миллионов людей. И одними словами Макаревич не ограничивается. 22 сентября 2023-го стало известно, что певец и предприниматель окончательно отказался от бизнеса в России. Лидер «Машины времени» ликвидировал свой статус индивидуального предпринимателя. Более того, его фирма «Самый смак» также прекратила свою деятельность в Российской Федерации. Не работает больше в России актриса Лия Хеджакова, которая давно и открыто выступает против войны. Актрису за ее политическую позицию долго травили в театре «Современник» и в конце концов уволили. Но на этом политическое преследование актрисы не закончилось. Заявленный спектакль с ее участием «Сказка про последнего ангела», запланированный на конец апреля в Театре наций, был отменен. После этого Хеджакова уехала из России и теперь успешно выступает в Грузии, Германии и Швейцарии. За один спектакль актриса получает около полумиллиона рублей. Зато очень многие российские исполнители, которые выехали в феврале-марте 2022-го, уже давно вернулись в Россию. Причем пригнал их обратно не приступ патриотизма, а жажда наживы. Ведь за границей их так называемое творчество перестало окупать себя. Один из таких проектов исполнительница Дарья Затеева. Более известная как Инстасамка. 22 февраля 2022-го рэперша оставила в своем телеграмм невнятное послание о некой сложной ситуации с непонятно какими людьми, которых Дарья захотела поддержать. Буду рада, если вы получите это сообщение, находясь в сложной ситуации. Я никак ни на что не могу повлиять и могу только быть с вами на связи тут. Поэтому не хочется говорить ничего лишнего, а просто поддержать людей. Неважно, откуда вы, я держу за вас кулачки, вы справитесь. Завуалировав свою реальную позицию в стиле и вашим, Инстасамка отправилась в Дубай. Но там оказалась невостребована. И вскоре ушлая девица начала готовить себе почву для возвращения. Например, якобы выслала почти миллион рублей в поддержку рашистской армии. Впрочем, российская налоговая не оценила заявленную щедрость певицы и позже начала преследовать ее за неуплату налогов. Так или иначе, стало ясно, что в России так называемые музыканты вне политики активно поддерживают насилие, убийство и захват чужих территорий словом и рублем. Что касается откровенных пропагандистов вроде Баскова и Газманова, то они даже не пытались откреститься от преступной политики своего государства. Ведь их место на сцене изначально было не результатом каких-то особых талантов. На эстраду их выдвинули с позволения Кремля, исключительно для оболванивания народа и продвижения нужных нарративов по команде сверху. Это не конкуренция в сфере музыки. Там же нет еженедельных чартов, где песни Газманова на протяжении 40 лет получают первые места. И нет истории, где эти люди действительно своим творчеством и неким продуктом получали аудиторию. Они просто получили некое место на сцене в кнопке Кремлевского канала. Точка. И дальше они стали просто персонажами из телевизора, которых используют точно так, как им надо. Ну вот, митинг за войну, митинг за войну. Корпоратив у Суркова дома, корпоратив у Суркова дома. Постепенно эстрадную пропагандистскую машину осовременили новыми винтиками в соответствии с модными веяниями, чтобы охватить и молодежь. Они это делают специально. Они после митингов, когда вышли школьники за Навального, они поняли, что нужно запускать проекты новые для людей, которые телевизор не смотрят. Так появился YouTube Собчачки, так появился Юрий Дудь, так появилось много других платформ, которые мы не про телевизор, мы не про Кремль, мы про другое. Но нарративы, все, что они показывают, они велико-шовинистические, имперские, промывающие мозги. И он оправдывает любую войну. Подобные кремлевские проекты, сделанные под молодежь, обязательно прикрываются либеральной шкуркой. И часто пытаются заделаться под своих. Но это не больше, чем политический инструмент и манипулятивный прием, говорят эксперты. Каждый, кто вам промывает мозги, он ваш. Юрий Дудь же говорил, да я же сам с Украины. Дедушка, бабушка, у нас там все с Украины. Но я люблю Россию, великую, великое государство, которое дает такие возможности. В чем великое? Ты крыса, сам бежал сейчас, потому что боишься, что уже не сам не знаешь, что сказать. И побежал в Барселону, чтобы вдруг в армию не загребли. Потому что восслаблять Путина за деньги одно дело, а другое дело пойти воевать за Путина. Двойную личину очень долго носила и так называемая телеведущая Ксения Собчак. 26 октября 2022-го эта псевдо-либералка уехала из России в Литву с израильским паспортом. Однако покинуть страну ее заставило не осуждение войны России против Украины, а перспектива оказаться на нарах по делу о вымогательстве у госкорпорации Росте. Впрочем, уже через месяц дело замяли и Собчак вернулась. А через полгода даже работала модератором на экономическом форуме в Питере, который прошел с 14 по 17 июня 2023-го, где выступал лично Путин. Там засветился и новый господин Собчак Константин Богомолов, который, кстати, известен сотрудничеством с самым махровым путинским пропагандистом Дмитрием Киселевым. Собчак тоже, возможно, бы хотела поехать в Дубай и работать в Дубае. Но она понимает, что в Дубае неинтересно. Кроме дяди Путина она никому не нужна. И то по одной простой причине. Она же не журналист. Она типичная работница информационного эскорта. Просто за деньги делает все, что просит за касси. Вспомните, она с Красовским приезжала в Киев, пытаясь выставлять нас там шароварными, шароватными какими-то персонажами. Но прошло время, и все осталось на свои места. И мы видим, кто такой Собчак. Мы видим, кто такой Антон Красовский. И мы видим, кто такой народ Украины. Популярным инструментом политической пропаганды культура стала во времена нацистской Германии. А Геббельс, который жонглировал артистами того времени во имя Третьего Рейха, стал именем нарицательным. Например, он выдвинул режиссера Лени Рифеншталь и сделал ее рупором нацистской пропаганды. Впрочем, первопроходцем на этом поприще был не он. И еще в Российской империи просекли, что с помощью популярных литераторов и других придворных скоморохов можно неслабо влиять на мозги современников. Все говорим, Пушкин, Лермонтов. Так это же колонизаторы. Это имперские придворные писаки, которые, да, сладко писали, красиво, но за деньги. И они это делали по одной простой большой причине. Они обслуживали царский двор. Так, потом Советский Союз и Кремль, уже российские, начали это использовать для своего великорусского нарратива. Но можно ли это считать великой культурой? Очень сомнительно. То, что Пушкину поставили 10 тысяч памятников по всему миру, так давайте посмотрим страны, кто их ставил. Всех их ставили за деньги госбюджета. А это называется пропаганда. Когда тебе подписали в бюджете 10 тысяч памятников, ну, слушайте, точно так же мы Путина можем сделать писателем. Тимоти будет художником. И будем строить им памятники двоих сразу, чтобы сэкономить денег, чтобы можно было украсть. Своё истинное отношение к культурным и общечеловеческим ценностям, первое из которых человеческая жизнь, Россия очень ярко продемонстрировала около 10 часов утра 16 марта 2022 года. Тогда российская армия нанесла бомбовые авиаудары по драматическому театру Мариуполя, несмотря на хорошо заметную с воздуха надпись «Дети». Русская культура подала большой сигнал, что она закончилась, и миф о великой русской культуре тоже закончился. В Мариуполе, когда дети с родителями вышли и написали слово «Дети», что сюда бомбы не бросать, они специально бросили бомбу, взорвали драмтеатр, а на следующий день, или там за несколько дней, повесили большие постеры, плакаты Лермонтова, Пушкина, и кого там они еще повесили? Толстого, по-моему, да? Вот это они показали, что этой мнимой великой русской культуры они фронтят войну, они прячут свое реальное настоящее нутро большим балетом, спортом, певцами, художниками, поэтами. За афишами, спритерными улыбками эстрадных кремлевских пропагандистов очень часто можно рассмотреть оскал нацистов 21 века. Еще в 2019-м в Екатеринбурге провели фотосессию в честь 8 марта, которая очень хорошо продемонстрировала, чем российская культура является на самом деле. На фото балерины коллектива «Лаборатория танца» позируются одетыми в военную форму мужчинами. То, что здоровые мужики прячутся за спинами танцовщиц, как раз наглядно демонстрирует, что сначала Кремль засылает культурный десант, а за ним уже отправляют боевые танки.